С тех самых пор, как Калифорния вышла в 2009 году, жалобы были бесконечными. Это не настоящая Феррари. Это не до Феррари. Это не заточенная по трек машина, как среднемоторные модели Феррари. Она не заслуживает называться Феррари. Так вот, все эти жалобы полностью безосновательны. Калифорния — это превосходная машина. И я одолжил эту новенькую Калифорнию Ти у зрителя в Нью-Джерси, чтобы вам это доказать. Я начну с характеристик. Эта машина может разгоняться до 315 км в час. У нее 515 лошадиных сил. И с нуля до сотни она разгоняется за 3,3 секунды. Если это не звучит как территория настоящих Феррари, то вы сумасшедший. Что более важно, в ней есть много крутых новых особенностей и интересных фишек итальянской машины, прямо как в настоящей Феррари. Например, вы, вероятно, думаете, что стоп-сигналы — это вот эти штуки. Это было бы логично, но на самом деле стоп-сигналы тут снизу. Это может показаться немного странным, но вот что произошло. Феррари уже довольно долго разрабатывали дизайн оригинальной Калифорнии, и это должны были быть стоп-сигналы. Но затем они поняли, что существует государственный регламент, заявляющий, что стоп-сигналы не могут находиться на части кузова, который двигается, и это багажник. А также отсек для складывающейся крыши. Поэтому Феррари пришлось все менять в последний момент, чтобы переместить стоп-сигналы отсюда сюда вниз. В результате эти штуки — не стоп-сигналы, они здесь. Это странно. Одно из самых главных преимуществ в Калифорнии — то, что это кабриолет, и крыша открывается довольно причудливым и необычным образом. Нажмите небольшой переключатель внутри машины, и вот... Взгляните. Сперва заднее окно поднимается над крышей, затем открывается багажник задом наперед, затем заднее окно залезает сверху крыши, как будто оно собирается начать странный ритуал спаривания кабриолетных крыш. Потом они обе уезжают назад вместе под крышку багажника, который затем закрывается. С опущенной крышей Калифорния также показывает еще одну из своих интересных особенностей — тот факт, что в ней есть задние сиденья, в отличие от большинства моделей Феррари. Хотя это буквально самые маленькие задние сиденья, которые я только могу себе вообразить. Они должны быть самые малюсенькие во всей автоиндустрии. Они такие маленькие, что ремни для переда и зада отделяют где-то 20 сантиметров. Это смешно! С ума сойти! Ни один вменяемый человек никогда не попытается залезть на эти задние сиденья. Так что, естественно, я попробую. Ладно. Ну, это выглядит хорошо. Сзади багажник Калифорнии Ти. На удивление, большой. И если вы хотите еще больше багажного пространства, вы можете убрать наверх этот небольшой разделитель, и у вас получится все это пространство. Но стоит заметить, что с поднятым разделителем не будет опускаться крыша. Если вы хотите, чтобы крыша опускалась, вам нужно опустить разделитель обратно, и крыша будет находиться сверху него, оставляя вам вот столько пространства, которого все равно достаточно для того, чтобы туда можно было положить все ваши покупки. Другая странная фишка шрифт, которым написано «Калифорния», появляется в нескольких местах, включая напольные коврики, бардачок и экран приборной панели. Еще это тот же самый шрифт, который использован на номерных знаках штата Калифорния. Одна из первых вещей, которую вы заметите, как только сядете внутрь этой машины, то, что в середине нет селектора трансмиссии, как в большинстве машин. Эта машина оснащена автоматической трансмиссией с двойным сцеплением, но выбирать передачу немного странно. Для того, чтобы поставить ее на драйв, тут нет кнопки D, вместо этого вы просто тянете правый лепесток, и это переключает ее на драйв. Чтобы переключить ее на заднюю, вы не тянете левый лепесток, вместо этого здесь есть небольшая кнопка R в середине, нажмите ее, и вы на задний. Но самое странное, это паркинг. В этой машине нет передачи паркинг, вместо этого вы тянете оба лепестка одновременно, это переключает ее на нейтралку, затем вы включаете парковочный тормоз, который находится под рулевым колесом, и затем глушите машину. И только когда вы ее заглушите, она непосредственно переключится на паркинг. Лучшее, что вы можете сделать самостоятельно, это поставить ее на нейтралку, в этом отношении она как машина на механике, это немного странно. Но моей любимой особенностью в Калифорнии T должен стать небольшой электронный дисплей в центре. Так вот, в середине машины, похоже, есть три вентоотверстия, но на самом деле их два. Среднее это не вентоотверстие, а на самом деле это небольшой электронный дисплей, который показывает всевозможную крутую информацию о машине. Но больше всего мне в нем нравится, как вы меняете информацию, просто прикоснитесь к нему, и он показывает следующую вещь. Прикоснитесь, и следующий тип информации. Прикоснитесь, прикоснитесь. Прочие фишки Калифорнии T по большей части те же, что вы видели в моем обзоре 488-го Спайдера, ссылка на который находится в описании снизу. Например, используйте кнопку Pit Speed, чтобы установить максимальную скорость на питлейне, если вы на гоночном треке. Управление подогревом сидения расположено не в каком-то понятном месте салона, а у него сбоку, где вы не сможете его увидеть. Тоже относятся и кнопки запирания-отпирания, которые также не находятся в понятном месте, а скорее на потолке, даже несмотря на то, что вы ей все время пользуетесь, а она рядом с кнопкой режима буксировки, которой вы не пользуетесь никогда. Вы также обнаружите, что рулевое колесо напичкано кнопками, включая запуск двигателя, настройку подвески, дальний свет, небольшой приключатель, который управляет режимом езды, заметьте подложку цветов итальянского флага, дворники и даже поворотники. На рулевом колесе также находятся небольшие лампочки сверху, которые загораются, когда вы приближаетесь к красной зоне. Так что в Калифорнии Ти есть некоторые фишки итальянской машины, но она еще может похвастаться очень хорошим внешним видом, а она намного более привлекательна, чем ее довольно неуклюжий предшественник. Большинство линий в ней изглажены и осовременены, чтобы придать ей облик, который должен был быть у нее с самого начала. И так у этой машины много мощности, привлекательный облик, она обладает всеми крутыми особенностями и уникальными фишками, которые вы ассоциируете с Феррари. Что более важно, Калифорния Ти едет как настоящая Феррари, что я сейчас собираюсь продемонстрировать. Конечно же, чтобы узнать цены на Феррари Калифорния в России, кликайте по ссылке из описания к этому видео, чтобы перейти на Автору, где такие есть в продаже. Ладно, мы выкатываем Калифорнию Ти, это Джейк, семье Джейка принадлежит эта машина. Привет, ребят. О, смотри-ка, здесь есть камера заднего хода. Хорошая крайслеровская мультимедийная система. Да, именно. Нервничаешь? Я в порядке. При условии, что ты хороший водитель. О, да, переживаешь, думаешь, не справлюсь? Я не знаю. Первое впечатление, она кажется очень плавной. Одна замечательная вещь, которая особенно мне нравится в этой машине, то, что ты можешь быть крупным парнем. Верно. Но ты все равно в нее помещаешься и можешь водить ее каждый день. В ней есть эта замечательная смесь ощущений гоночной машины и простой повседневной машины. О, ты прямо можешь почувствовать, она кажется очень быстрой. А я совсем легко нажал на газ. Она такая плавная в поворотах. И, блин, она очень точная. Повороты проходят невероятно, она кажется очень-очень точной. Проблема Калифорнии в том, что все-таки, о, она просто не управляется и не чувствуется, как настоящая Феррари. Чушь. Она поворачивает так быстро, она такая острая. Тут дальше будет полицейский участок слева. Окей. Ну, то есть по сторонам там, смотри. Самая недооцененная часть в этой машине, я думаю, это звук. Потому что одна из вещей, которая так интересна для меня, люди говорят, о, это не настоящая Феррари, потому что она не едет, как она, или что-то такое. Но она звучит, как настоящая Феррари, и я думаю, она едет, как настоящая Феррари. А теперь она еще и выглядит так хорошо. В Калифорнии идти действительно много чего изменилось. Она такая шустрая. Трансмиссия очень-очень плавная. И вдобавок плавная еще и на повышение передач. Мы сейчас в автоматическом режиме, это очевидно бесцельное катание, и она как бы плавно переключается на более высокую передачу. Когда просто катаешься, это элегантная машина, а потом, если ты притопишь немного, то она становится как животная. Да, это лучшая часть этой машины, у вас есть оба варианта, так мало машин предлагают эту возможность. Я обожаю машины, которые предлагают. Я думаю, это так круто, когда машина может делать несколько вещей, и ты можешь как бы выбирать, потому что не каждый может позволить покупать машину для каждой отдельной задачи в своей жизни. Да, именно. Можно поехать на ней, провести денек у пляжа с опущенной крышей в солнечный денек, а на следующий день ты можешь взять ее на трек и позажигать. И вот это, я думаю, люди как раз и не понимают, потому что они считают ее недо Феррари. И в каком-то смысле так и есть. Она не едет как 488-я, очевидно. Она не безумная. Ну, типа, она едет лучше, чем что угодно. Я думаю, она кажется шустрее в плане управляемости, более шустрой и более точной и острой, чем 911-й. Так круто, что тут у нас дворники и рулежка, фары, запуск двигателя, поворотники, сигнал, все на руле. Мне ни в какой момент не нужно убирать руки с руля. Точно. Вот сейчас мы как бы катаемся, позади пара внедорожников, мы спереди пара внедорожников, которые тут живут, наверное, и она такая приятная. Это просто приятная машина для покатушек. А вот чего в ней нет, так, это задних сидений. Это, конечно, приятная машина, но не когда ты захочешь взять с собой всю семью. Нет, нет, определенно нет. Легонько поворачиваешь и просто чувствуешь, что ты так уверен в том, куда эта машина поедет. И ты еще чувствуешь, что можешь прибавить газа и просто... Ох, какая она хорошая. Мне очень нравится ускорение. Невероятно, какая она быстрая. Ох, она просто такая точная в поворотах. С ума сойти, какая точная. Знаешь, Феррари сильно ругали за то, что они ее турбировали. Типа, ой, Феррари собираются ее турбировать, что же мы будем делать? Ну, типа, она едет отлично, здесь нет никакой турбоямы, и я ее совсем не ощущаю. Я уверен, что кто-то, кто хорошо разбирается, сможет почувствовать. Обычные люди ее вообще не почувствуют. Мне нравится смотреть. Знаешь, Феррари в моей 360-й салон был приколом. Между магнитолой и кнопками там была дыра с ковровым покрытием. А теперь все настолько красивее. Качество стало лучше, технологии и все прочее. И все действительно хорошо собрано. Каждая кнопка ничего не трясется и не гремит, пока мы едем. На Автору есть объявление по продаже в Феррари Калифорния. Поэтому, если тебе интересно, почем такие продают в России, кликай по ссылке из описания. Это чудовищно быстро. Я даже не хочу знать, какая там была скорость. Она прям вжимает тебя в спинку. Да, вжимает. Вот в чем суть. Любой, кто говорит, что это не настоящая Феррари, вы просто ее не водили. Потому что, когда вы в топе не почувствуете это, то поймете, что вы внутри действительно потрясающие машины. Ускорение нереальное. И я это понимаю, типа, о, ну она не выглядит так агрессивно, как 488-я, так как она... Ну, поводите ее. И вот, пожалуйста, если вы когда-нибудь слышали, что кто-то говорит, что Калифорния Ти это не настоящая Феррари, или это недомодель, то они полностью не правы. Эта машина обладает впечатлениями от вождения, характеристиками, дизайном и всем крутым оснащением, необходимым, чтобы носить шильдик Феррари. Мне не стыдно сказать, что мне понравилась эта машина. Это настоящее удовольствие испытать ее собственноручно. Это Хаммер? Да. Ой, это H1. Флоридские номера, конечно же. Не может быть H1 не из Флориды. Перевод и озвучка от студии Exosfera. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!